добрый вечер в эфире программа гордон сегодня мой гость писательница людмила улицкая людмила евгеньевна добрый вечер добрый вечер вы виталий не в москве вы отдыхаете условно отдыхаю вообще работы очень много вы сейчас пишите что-то знаете сегодня я закончила писать предисловие книжки покойного моего друга юлия даниэля решили его переиздавать собрать этот сборничка мне попросили написать предисловие это я течение последних нескольких дней делала оказалось довольно сложно вы закончили биологический факультет московского государственного университета вы по образованию генетик скажите пожалуйста ген рабства на ваш взгляд существует во первых мне очень нравится это биологический такой уклон вопрос гена рабства конечно не существует но дело в том что мы все человеке мы относимся к стадным животным а у стадных животных есть врожденное качество подчинения в стаде всегда бывает некоторый вождь хозяин распорядитель и это все на самом деле придумано для выживания стая поскольку мы унаследовали от наших биологических предков очень многие качества и ряд социальных качеств то и человеческому обществу тоже есть такая склонность подчиняться вождю хозяину жильцу в конце концов эта фигура главного человека она в общем всегда существовал и существует самых древних времен так что это биологическая склонность другое дело что вот этот самый сильный сильная особь животное на уме это обычно бывает самое сильное существо физически самое сильное самый сильный самец как правило в человеческом обществе немножко поменялись измерения и сегодня самым сильным человеком может быть оказаться может оказаться самый хитрый самый умный может быть самый жестокий иногда самый подлый во всяком случае тот кто имеет такую харизму что люди с ему добровольно подчиняются это не ген рабства это если хотите в этом есть некоторая такая биологическая предрасположенность и скажем в древние времена рабами были те кого захватили во время военных действий каких-нибудь это было вынужденное рабство они не могли освободиться до смерти уже в наших условиях рабство это нечто другое потому что все таки от этого форма рабство освободились сегодня рабство другого рода но существует но это конечно не обусловлива не обусловливаться одним геном хорошо на западе я имею ввиду на цивилизованном западе люди прекрасно понимают что они платят налоги и на свои налоги нанимают власть для того чтобы она их обслуживала убирала улицы выплачивала заработную плату следила за порядком и так далее и так далее они понимают что они хозяева жизни а власть просто их обслуживает на их деньги почему в россии да и в украине да и на всем бывшем постсоветском пространстве большинство так панически боится власти и боясь ее презирает на самом деле я не политолог и не специалист по таким специфическим вопросам я думаю что сегодня у каждой страны есть свои собственные персональные так сказать проблемы то что то что вы сказали это безусловно так конечно государство это инструмент который придумала общество для обслуживания себя но дело в том что государство есть вы прирожденное такое качество она постоянно начинает расти на укреплять самая себя власть хочет сохраниться у нее это такое качество и и поэтому власть делает все чтобы она была вечной несменяемой и это закон к сожалению работает на самом деле во всех странах демократические механизмы более жесткие и лучше организованные чем скажем в наших странах они это каким-то образом предохраняют и механизмы демократические пытаются все таки подвигать жизнь это не у всех получается далеко не у всех это трудно и это вопрос на самом деле зрелости общества когда люди делаются гражданами и это рабское сознание у них постепенно заменяется на сознание гражданина то они общество гораздо лучше реагирует взаимодействует с государством это наши общие проблемы общая беда у нас в украине когда-то жил выдающийся украинский писатель классик украинской литературы наверное вы его знали павло архипович загребельный автор романа роксолана в частности и так далее он был человеком больших энциклопедических знаний мы с ним дружили он мне когда-то сказал ты знаешь все руководители во всех странах мира всегда плохие хорошие туда не попадают вы знаете вот я хочу спросить вас почему наверх во власть в наших странах да и в мире тоже попадают всегда самые хитрые самые наглые самые пронырливые самые менее образованные менее знающие менее профессиональные почему хорошие никогда по определению ну практически никогда не оказываются там где должны быть наверху вы знаете слова хорошие данном случае не совсем точная если вы помните великий эксперимент академия академика сахарова который как раз именно и выступал за то чтобы страной правили профессионалы к сожалению общество не оказалось к этому не готовы и в первую очередь к этому оказались не готовы именно те властные структуры которые в это время существовали поэтому я думаю что это некоторая такая идеальная ситуация которой мы должны стремиться и которые мало у кого на самом деле реализуется конечно власть должна принадлежать профессионалам экономистам антропологам педагогам ну то есть всем тем людям которые работают с общественными проблемами существуют очень мощные фильтры и эти фильтры мы знаем по своей юности почему-то как правило секретарем комсомольской организации выбирали не того человека который 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 бы ну так сказать был бы получше других а того который этого хотел 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 обычно этого карьериста человек который понимал что он не может конкурировать скажем в зоне науки в зоне профессии но зато его роль партийного функционера комсомольского партийного она давала ему бенефит и это собственно говоря та структура которая не перестает работать и я думаю что эта проблема на самом деле фильтров которые отчасти мы сами устраиваем потому что я не знаю достойных людей мощных сильных честных нетронутых коррупций которые которые которым бы очень хотелось идти во власть потому что власть это значит отдать себя на служение как бы в идеале это идея что государство нужно для того чтобы служить обществу она совершенно развеялась вообще никак не ни в коей мере не не пользуется популярностью сегодня какие да да какие гены на ваш взгляд мешают россиянам да и украинцам стать полноценными европейцами что мешает вообще вы знаете я думаю что это абсолютно не генетическая проблема дело в том что пожалуй это скорее такой цивилизационный процесс и связано с тем что цивилизация разных культур очень равномерно я приехала лет 10-15 назад шарм аль шейх и на рецепции стояла дата 1400 там какой-то год сейчас не помню меня вдруг пронзила эта мысль что вот мир который живет в пятнадцатом веке надо сказать что арабский мир достиг небывалого расцвета в одиннадцатом веке и тогда европа была безграмотна и медицина и литература и поэзия на своей высоте они были арабских в то время а европа европа читали книжку только в монастырях образованные монахи их было очень немного и значит вот это такая цивилизационная волна она опустилась европа стала развиваться эти таки циклы цивилизационные но это описано многими специалистами историками историками то им это есть все и поэтому понимаете здесь вопрос на самом деле в том что мы живем в мире в котором есть определенные общие правила поведения эти правила поведения таковы и даже если они мне не нравятся но я вынуждена им подчиняться я сейчас говорю не о законах законам надо подчиняться в любой любой стране они для того и написано чтобы все люди им подчинялись вот а вот что касается вот этого цивилизационного неравенства мы не можем стать европейцами нам нужно еще может быть сто пятьдесят лет а может больше вот это раз разница догоняния она на самом деле существует мы это чувствуем общаясь с людьми в разных странах мы сейчас выезжаем и видим вот страна которая застряла в феодализме вот сторона которая все еще живет средневековье и мы живем в том мире который мы устроили он разнообразный и именно с качества сегодняшнего времени что очень многое существует одновременно одновременно существует в нашей стране и в вашей стране высоко развитые цивилизованные люди знающие языки которые абсолютно по своему сознанию европейцы и рядом с ними существуют люди которые движимы самыми элементарными самыми архаическими мотивами в своем поведении и это как раз и составляет проблему и нашу и вашу и многих других стран ну надо работать и гонять для этого существует культура образование поэтому я говорю что наше единственное что мы можем сделать это повышать культурный уровень повышать уровня уровень образования который в стране примет к сожалению у нас сейчас падает очень образовательный уровень культурный когда-то мандельштам написал мы живем под ногами не чуя страны скажите а вы вот живя в россии чувствуете россию какой вы ее ощущаете сегодня вы знаете во первых вернемся к нашей биологической теме разговора во первых даже животные жутко привязаны к тому месту в котором они родились переселенными они иногда просто не выживают и для человека очень свойственно это любовь к месту мы все любим те места в которых мы родились в которых мы выросли мы любим наше окружение мы к нему привыкли нам всегда надо делать усилия для того чтобы во взрослом состоянии перейти на некоторую другую площадку поэтому россия моя страна россия прежде всего моя культура это мой язык и огромное количество ассоциаций воспоминаний ну как бы мы пронизаны страной насквозь нравится нам или она им не нравится хочет она меня меня иметь в виде гражданина или или она хочет меня прогнать изгнать извергнуть это проблема которую мы все время решаем но я на самом деле я бы осталась в россии если бы ну осталась бы я там потому что слишком многое меня там связывает с москвой там мои друзья там вся среда в которой я живу в конце концов язык вам не кажется что сегодня россия превращается в мировую провинцию ну это не кажется это по-видимому так оно и есть наверное так оно и есть действительно мы куда-то уплываем в какую-то архаику если употреблять слово прогресс если вообще-то спать его воспринимать как нечто положительное то конечно к сожалению мы движемся в обратном направлении и это очень печально но другое дело что колебательный процесс мы его знаем всегда со времен со времен петра первого который сделал огромный рывок и огромные усилия потому чтобы россии встроить европейскую структуру вот с этого момента мы находимся в этом колебательном процессе то ближе к европе то дальше от нее и сама эта идея третьего пути какого-то особого не европейского и не азиатского третьего и своего собственного оригинального она пока что никак не реализуется советский союз мы это хорошо помним держался главным образом на двух вещах на идеологии и на страхе на чем держится сегодняшняя современная россия на ваш взгляд вы знаете мне очень трудно сказать потому что россия страна очень разнообразная и я живу в москве мой круг составляют мои люди мои единомышленники мои друзья и мы приблизительно одинаково думаем но мы люди определенного образовательного уровня и поэтому россия разнообразно есть люди которые совершенно не так думают как как мы это довольно естественно и нормально на чем все это держится держится на очень сильной власти на той самой вертикали о которой постоянно говорят и это вертикали очень сильная что касается страха понимаете он на самом деле возвращается сегодня были какие-то там москве демонстрации 600 человек забрали с улицы и это абсолютно не может быть демократическом государстве потому что оппозиция это чрезвычайно важная вещь в культурной жизни в развитии общества и в развитии государства и оппозиции уничтожая государство лишает себя возможности двигаться возможности развиваться возможности воспринимать новые идеи и отвечать на те вопросы которые естественным образом общество задает государству когда нет оппозиции то нет вопрошающих то оказывается что можно делать все что угодно вместе с светлана алексеевич и борисом акуниным вы обвинили главу фсб бортникова в том что реабилитируются чекисты и оправдывается государственный террор так и происходит сегодня вы знаете меня на самом деле удивляет ваш вопрос потому что я что-то не помню чтобы я что-то какое-то письмо подписывала и делала какие-то заявления но в принципе конечно я с этим могу согласиться потому что секретная полиция совершенно вероятно необходимый инструмент для поддержания порядка в государстве конечно он занимает у нас непропорционально большое большое место в жизни страны и хорошо бы конечно что было поменьше чекистов и побольше специалистов но пока что не похожи что касается оправдание оправдание государственного террора ну мы же хорошо помним но я не знаю кто мы но я точно хорошо помню 37 39 годы и последующие после военный террор я много работал в архивах кгб украины которые открыты между прочим украина открыла все архивы кгб и может любой человек прийти и посмотреть эти жуткие расстрельные дела что я и делаю это страшное дело там писателям тонны материала чтобы понять что происходило на этой территории в этом городе на этих улицах всего-то 70 лет назад я понимаю что сегодня как-то идеализируется в россии я смотрю и фильмы российские свежие новые и слушаю выступления российских политиков идеализируется как-то чекисты и идеализируется этот государственный террор вы этого не ощущаете я это прекрасно ощущаю более того я неделю тому назад была председателем жюри в организации общество мемориал это жюри конкурса который называется человек в истории сочинение по истории пишут старшеклассники и должна вам сказать что в архивах как бы я тоже посидела и посмотрела очень мало это было связано только с моей личной семейной истории вот эти сочинения детей они конечно потрясающие они потрясающие потому что это свидетельство сегодняшнего дня это дети которые совершают раскопки раскопки очень недалекого прошлого и это чрезвычайно важно потому что человек который прикоснулся в юности к этому кошмару а он имеет прививку вот он уже знает как устроено государство какие соблазны у власти и какие обязанности у человека сегодня я написала предисловие книжки юлия даниэль она будет переиздаваться и как раз сегодня я об этом и думала и даже писала понимаете права честного человека частного человека они конечно государством постоянно придавливаются конечно государству очень удобно когда все люди думают одинаково говорят одинаковые шагают в ногу и сталинская пора она конечно была именно тем и характерно что никакое иное мнение чем общепринятое было недопустимо и вот в сегодняшней ситуации когда снова нам вытаскивают сталина как вождя как организатора всех побед и организатора вдохновителя конечно для нас людей которые кое-что об этом знают мне было 10 лет когда он умер поэтому я помню кое-что вот это ужасно это ужасно и фотографии в таксистов машине маленькие портретики сталина они конечно производят ужасные впечатления так и вспоминается стихотворение евтушенко знаменитой наследники сталина смотрите они живы до сих пор сталин по-прежнему главный российский герой сегодня как вы считаете по моему они там провели какой-то опрос народу населения кажется все таки александр невский вышел на первое место а сталина может быть на втором но в общем катастрофа конечно катастрофа в мозгах и как это лечить я не знаю экономику может быть вылечит а чтобы мы будем делать с сознанием это я не знаю на самом деле те кто проводили опрос мне сказали что сталин шел с огромным опережением и срочно вытащили александра невского потому что было бы уже совсем стыдно перед миром но кто голосовал бы мы сами понимаем за александра невского когда есть такой прекрасный герой сталин ужас да ну ведь поскольку мы немножко все читали историю и про александра невского мы тоже кое-чего знаем кроме того чтобы занесли в святцы объявили святым но надо сказать что биография александра невского тоже будь здоров какая тревожная что задам вам крамольный вопрос что вы думаете о переизбранном на следующий президентский срок в россии владимире путине честно честно я об нем не думаю у меня вот человек который меня очень мало как по человечески интересует поэтому я понимаю что я мне 75 лет и по-видимому до конца моей жизни следующего правитель я не увижу жить так как я живу делать все те дела которые я делаю и в общем поменьше заглядывать в телевизор и определенные так сказать средства массовой информации чтобы не портить все настроения жизнь моя полна кругом меня огромное количество моих друзей которые занимаются волонтерством организовывать всякие фонды и живут абсолютно разумной осознанной и очень позитивной жизнью вероятно сегодня такой период нас наступил для людей когда можно посидеть подумать и делать реализовывать ту теорию которую так призрительно называют теория малых дел завещена нам львом николаевичем толстым и она на самом деле совсем неплохая стесняюсь спросить не пуста ли не приземленно ваша жизнь без мыслей о путине без просмотров программ российского телевидения но вы знаете мне есть чего почитать посмотреть и я вас уверяю что это совершенно искать пустоты я не ощущаю как как вам кажется куда сегодня идет россия ну я уже с вами к этого коснулись понимаете это такое архаическое движение которое конечно идет поперек всему цивилизационному процессу мы уже с вами коснулись того что это колебательный процесс и что есть надежда что когда-нибудь это двинется в другую сторону вероятно при другом руководстве но она безнадежна на ваш взгляд россия как страна как образование геополитической или надежда есть понимаете дело в том что мы все таки империя бывшая и бывшая недавно империя имперское сознание пронизывает конечно все поры нашей жизни и она конечно же очень во многом определяет сегодняшнюю политику и прежде чем это не перестроиться наше сознание я думаю что ничего не изменится поэтому ну так как надеемся на время понимаете срок жизни человека очень невелик исторические процессы они тут гораздо медленнее поэтому медленнее я-то считаю что нам достался фантастически прекрасный кусок жизни я всегда говорю своим друзьям что мы живем при золотом веке потому что мы не видели войны мы попали между двумя войнами может быть я ее уже и не увижу следующую войну мы жили в новости но мы не голодали мы читали как читала как не читала ни одно поколение людей ни в одной стране мира это было счастье чтения уникальное да книжка которую мы доставали приносили тебе ее на ночь завернутую там в четыре газетки это было большое счастье и наше знание которое мы таким образом получали оно было для нас драгоценным и это мои приятные воспоминания если хотите мои приятные воспоминания это друзья кроме того мы жили в то время я уже простите говорю жили я еще жива но тем не менее когда природа была такова что мы там плыли на байдарке набирали воду из из реки не думали о том спустили в нее гимический завод там какие-то отходы производства или нет я видела дикие берега в крыму сейчас я в италии здесь конечно нет ни одного дикого пляжа ни одного дикого угла все побережье обстроено вилами там где можно выйти к морю вот и поэтому как бы природа она отступает перед деятельностью человека а мы видели дикую прекрасную природу не тронутую не испорченную и поэтому я говорю золотой век наш а то что в каждом времени есть свои проблемы мучительные сложные это вне всякого сомнения это так и для меня кажется чрезвычайно важным сегодня вот в той ситуации в которой мы оказались снижать уровень агрессии вот причем мы не можем снизить уровень агрессии нашего начальства нашего боянного руководства но в себе уровень агрессии мы снижать снижать можем не раздражаться не злиться не впадать в ярость не впадать может причем в отчаяние и как-то радоваться жизни и тем прекрасным вещам которые у нас еще остались а их очень много остались наши прекрасные друзья наши дети в конце концов вот я сегодня горжок с цветами купил очень прекрасные цветы вот знаете это вызови времени у каждого времени свои вопросы вот сегодня я пожалуй уверена в том что я пойду на площадь с демонстрации хотя я ходила в 12-м году позже некоторая усталость существует сегодня и большое раздражение вот с этим я и борюсь я с вами говорю из киева вы находитесь в лигурии в италии я не сомневаюсь что там прекрасная погода и вообще жизнь замечательная я абсолютно не сомневаюсь в том что вы любите россию мало того и есть за что любить ее есть за что ненавидеть но и есть за что любить скажите пожалуйста с вашей любовью к своей родине с вашим пониманием того что сегодня происходит в российском государстве вам не хочется иногда из россии уехать навсегда ну вы знаете поскольку у меня есть возможность уехать на две недели мне совершенно не хочется уехать навсегда и должно сделать еще одно признать признание дело в том что когда я попадаю в европу то я понимаю что здесь мне в европе жить хорошо но ощущение что вся жизнь происходит тем не менее в россии она меня не покидает поэтому поживешь недельку другую третью прекрасной италии а потом тебя начинает тянуть домой и в общем с этим ничего нельзя поделать ну выгонят что еду я бы не хотел у вас была знаменитая переписка с узником кремля михаилом ходорковским который сидел в тюрьме он 10 лет я напомню отсидел кроме вас никому не удалось пожалуй создать такого яркого полотна в письмах которая позволяла понять и вашу и его философии ваши его взгляды вообще это необыкновенно занимательно и увлекательно и читается на одном дыхании скажите пожалуйста когда вы переписывали с михаилом борисовичем вы могли представить что путин его выпустит ну значит первая поправка диалогов было три борис акумин был первым кто начал эти диалоги потом было я мы переписывались а потом еще был стругацкий покойный поэтому вышла книжечка в которой значит вот эти три диалога что касается личности ходорковского я была ним я не была с ним знакома но я была до некоторой степени подготовлена к этой периодике я в те годы довольно много ездила по россии по разным библиотекам на выступала и вы знаете даже как-то и в тюрьме было это была колония для малолетних и всюду стояли компьютерные классы а компьютер был тогда вещи очень ценной и редкой когда я спрашивала откуда компьютеры мне говорили это дарковский у него была огромная культурная программа и сегодня об этом не помнят и полностью даже я думаю забыли об этом а это как разъезжающий тогда по стране человек видела как много он занимался благотворительностью причем культурной благотворительностью я думаю что отчасти он подхватил такую культурную программу которую делал свое время сорос который спас между прочим советскую науку потому что люди тогда научные сотрудники сидели просто на грошовой зарплате и растекали все из института тогда были большие гранты давали и как-то сохранилось что-то сейчас кстати говоря этого нету и к сожалению с наукой у нас заканчивается так сказать история вот поэтому я была этим подготовлены к переписке потому что я знала как много он делал вот кроме того он очень себя достойно вел понимаете 7 10 лет тюрьмы а ведь я вам уже сказала что я была дружна с юлием марковичем даниэлем и поэтому который 5 лет отсидел и поэтому я могу себе представить что такое 10 лет для молодого человека который ушел оставив маленьких детей а пришел эти дети выше его роста то есть это ужасная потеря для человека он счастья вращения детей он просто мы не видел если бы если бы покаялся он бы тут же вышел правда конечно у него была эта возможность но конечно это положено это поведение мужественного человека с чувством собственного государства повторяю я ничего не понимаю в экономических делах я знаю что ходарковский был талантливым руководителем более того я знаю что на его предприятиях никогда не задерживали зарплаты это я тоже мне говорили со стороны люди наверное как все олигархи как все богатые люди в чем я как разночинец уверена что богатство есть неправедная вещь вот у меня всю жизнь было отношение подозрительное богатство и так до сих пор она у меня и осталась честно признаюсь но вот то как он им распоряжался вызывало мне уважение то как он завел вызывало мне уважение то что он делает сейчас опять у меня вызывает уважение потому что ну что он вышел у него есть деньги жил бы себе купил бы остров наслаждался бы жизнью или два а у него все вы все мысли его о россии правильно он мыслит неправильно он мыслит о том как нам преобразовать россию как нам обустроить россию как говорил служеницын но подумайте он думает о благе своей родины он патриот я к этому слову отношусь так ну с поправками она довольно сильно себя скомпрометировала в последние годы годы особенно так вот понимаете дело в том что михаил борисович он патриот как бы я не относилась к этому слову и честное слово он заслуживает уважение но вы могли предположить что путин отпустит его нет я не думала что отпустит я думаю что какой какой то там есть вещи про политику вот ту высокую которые мы не знаем и никогда не узнаем вернее узнаем может через сто лет и не мы почему он его отпустил какая за этим стояла интрига договоренность но я знаю что он вроде бы обещал не заниматься политикой вроде бы я в этом не уверена потому что я не задавала им этого вопроса мне казалось что это вопрос неприличный я его встретилась с ним уже когда он вышел я была проездом в швейцарии мы провели с ним два часа потом такие же два часа мы провели уже в лондоне я приезжала в открытую к нему там делала книжку представляла свою один раз у нас была там встреча с борисом акуниным очень интересно он замечательно интересный человек прекрасно знает историю о чем свидетельствует эти замечательные тома его русской истории вот поэтому у меня к ходорковскому никаких вопросов на самом деле пожалуй нет он живет так он считает нужным он вызывает у меня полное уважение политическое будущее у михаила борисовича на ваш взгляд есть ну вы знаете во первых он уже реализуется как политик он уже что касается будущего не знаю но сегодня он все-таки действующая фигура действующий может быть в зарубежье на окраинах но с другой стороны мы же помним историю первой русской эмиграции как много ушло тогда с философским пароходом из россии уехала профессура писателей мыслители философов полный пароход интеллектуалов и они создали замечательную культуру в изгнании а потом когда этот занавес железный рухнул прекраснейшим образом эти два потока слились и сегодня уми умерший в россии розанов и умерший во бердяев равным образом стоят на полках тех кого интересует русская философская мысль начала двадцатого века понимаете так что мы не знаем как закончится этот процесс и то что михаторковский вряд ли будет когда-нибудь президентом я в этом почти уверена но кроме того он этого и не хочет он совершенно туда не целится у него совершенно другие задачи как я понимаю так что я желаю ему удачи а кто сегодня по-вашему лидер единый лидер российской оппозиции есть ли он знаете к сожалению нет дело в том что оппозиция чрезвычайно раздроблены и категорически не может договориться вот там где единственная такая была мощная и харизматическая фигура убитый на немцовом мосту на москварецком мосту который конечно когда нибудь будет называться немцов мост это борис немцов и сегодня равной фигуры я не вижу поэтому сам сама оппозиция сегодня вызывает массу вопросов я не думаю что сегодня есть такая фигура мощная которая могла бы претендовать на даже роль кандидата навальный не та фигура вы знаете боюсь что нет боюсь что нет на то что он делает по так сказать разоблачению коррупции это очень правильное хорошее дело не знаю понимаете дело в том что сегодняшняя ситуация в стране такая что любой значительный потенциальный противник он вычищается и думаю что раньше чем через шесть лет вопрос об этом поднимать бессмысленно разве что пролетит черный лебедь обещанный нам несимым талебом такое животное которое может такая птичка которая что-то принесет неожиданное для нас дай бог чтобы эта неожиданность не была трагичной для нас для вас для всех людей земли ксения собчак вам нравится людмила евгеньевна нравится нравится чем расскажите ну вы знаете во первых я я не была зрителем ее телевизионных программ дом 2 кажется она называлась и вообще это была такая зона куда я не заглядывал она меня совершенно не интересовала но когда из такого так сказать из такого публичного места вдруг вырастает человека который открывает рот и говорит умные точные и правильные вещи мне это нравится многое из того что она говорит мне я вполне приветствую есть легенда о том что ну я говорю легенда может быть это и так она и есть что она в некотором смысле кремлевская креатура что это она отрабатывает какую-то хитроумную схему придуманную в кремле я не знаю мне что-то не верится в это значит а если это так то посмотрим как будет дальше развиваться события вообще за последний год все эти выступления ксении собчак которые я не все слушала на кое-что слушали читала меня вызывает симпатию интерес одно время вы сказали что крупных произведений крупных форм больше писать не будете вы действительно больше ничего не пишете серьезного нет вы знаете у меня никакого романа я не собираюсь больше писать я открыла свои дневники больше чем за 40 лет и оказалось что это потрясающе интересно вот я сижу уже второй год их читаю и поражаюсь тому как много своей собственной жизни я забыла и вообще проблема памяти она для меня сейчас стала очень важная и я постоянно к ней возвращаюсь несколько дней тому назад неделю может быть я была в петербурге там были диалоги открытая библиотека где мы встречались с машей с марии степановой которая только что издала книжку который называется памяти памяти она тоже из породы людей для которых память загадочный феномен и она его исследует моя книжка лестница якобы она в общем тоже о памяти а мария степанова подошла более академически к этому хотя и семейная история тоже ее интересует но она очень образованный человек и вот понимаете вот эта тема она очень настойчиво влезла в мою жизнь и вот я сейчас этим и занимаюсь вспоминаю припоминаю и даю новые оценки очень многим вещам которые мне прежде казались определенными и такими а сейчас кажется не столь определенными и другими это очень интересно я вам задам может не совсем тактичный вопрос в моем понимании вы один из крупнейших писателей современной россии позавидовали ли вы светлане алексеевич когда она получила нобелевскую премию знаете нет нет не то что не позавидовала я очень обрадовалась потому что понимаете это раздражение она была всеобщим и поэтому я открыла завещание нобеля и в завещании нобеля написано что премия это дается отнюдь не за литературу она дается за гуманистическую работу за создание человеческих идеалов за то в общем за гуманизацию мира и конечно светлана алексеевич 20 лет рук не покладая занималась именно этой работой работы гуманизации значит что касается литературных тарований светлана она замечательный прекрасный автор но между прочим замечу вам что в этом году нобелевский комитет перелугался насмерть в этом году литературную премию вообще выдавать не будут никому потому что у них тоже возникли какие-то разногласия по поводу тому а кому же ее давать если говорить честно то самая литературная литературная премия сегодня это букеровская это американская настоящая букеровская не русский букер а вот есть там русский помощь сейчас чуть не индийский по моему даже есть а именно эта самая англоязычная букеровская премия который действительно оценивают литературные достижения а гуманитарные проблемы у них в общем на втором плане поэтому светлана получила свою премию за дело я очень рада чьи книжки вы сегодня читаете ой вы знаете это с книжками это беда потому что я все время читаю по делу у меня лежит целая стопа книжек которые я бы хотела прочитать они просто как это ожидают своей очереди но чтение по делу меня просто целиком съедает поэтому для вдохновения радости души я гораздо больше читаю сейчас поэзию притом перечитываю а не читаю в основном потому что это самая концентрированная форма высказывания литературных и поэтому открыть неизвестного мне автора при том что я читаю где-то с 12 до 2 ночи значит это можно время потерять засыпаешь а вот уж возьмешь томик мандельштама или какого-нибудь другого даже нового автора и ты точно получаешь эту пищу в концентрированном виде книги по всему миру сегодня издаются ну просто смешными тиражами как вам кажется интернет литературу вытеснит интернет победит знаете честно говоря это неправильная постановка вопроса потому что сегодня создается новая культура на наших глазах и скажем то чего раньше не было невозможно себе было представить интернетная литература вот огромное количество книжек которые существуют только в сети и меньшее количество существует текстов просто клава в области вот поэтому происходит полное переформатирование я думаю что через какое-то время реализуется анекдот с подарком милиционеру что ты ему подаришь книгу не книгу у него уже есть вот книга станет ценным редким артефактом как теперь говорят и будет у человека не библиотека из двух тысяч томов а будет у него десяток может быть сотня любимых и драгоценных книг они будут может быть с иллюстрациями я уже начала с моим внуком дарить такие какие-то отдельно взятые прекрасные книги потому что они у них будут они знают как они насколько они важны и ценны а в конце концов совершенно все равно каким образом человек читает книгу с лидера или с экрана или с бумажном виде я сама честно признаюсь довольно много читаю с экрана сейчас и порой это бывает более удобно особенно когда большая тяжелая книга и в общем ее в кровати читать неудобно так что проблема на самом деле заключается не в этом будет будут ли люди читать книги будут ли они читать вообще вот вопрос потому что я легко могу себе представить что в нашем времени когда фантастическая научная фантастика перестала практически существовать потому что то что написали фантасты 19 20 веке почти все реализовалось понимаете поэтому трудно себе представить какой будет культура целом через сто лет вы знаете вы знаете я почему-то очень запомнил как лет 7 наверное назад мы с вами договорились на интервью в москве вы пришли ко мне в гостиницу в номер и как раз у меня находился там мой друг вячеслав малежек композитор исполнитель он увидел вас страшно обрадовался вы одна из его любимых писателей и он говорит я должен обязательно для вас спеть он спел для вас несколько песен я пошел его провожать в комнате было полутемно полумрак такой я вернулся вы сидели одна как-то одиноко и в то же время умиротворенно счастливая я залюбовался вами тогда скажите пожалуйста а что такое счастье вообще вот с вашей точки зрения значит с точки зрения вопроса глубей вопроса я не знаю с точки зрения вопроса а если мы пойдем немножко дальше и минуем этот вопрос то я вам должна сказать что я себя чувствую вполне счастливым человеком при этом и этому тоже надо было учиться потому что есть люди у которой от природы одарены таким свойством радоваться и быть счастливыми а есть люди которые нисколько этим не одарены вот у меня мама была такая она просыпалась с улыбкой радостная навстречу жизни а я всю жизнь просыпаюсь думаю боже мой утро раз два три четыре пять это то под гнетом забот которые еще не начались но когда я это поняла я все-таки немножечко стала с этим работать и я вам должна сказать что некоторых успехов я достигла потому что все таки когда ты настраиваешься на то что из жизни надо эти зернышки радости зернышки счастья фиксировать извлекать и говорить о какое счастье как красиво сегодня за окном какой милый ребенок встретился какая собака замечательно идет навстречу в общем надо сказать что вот эта внутренняя подстройка она чрезвычайно важна для всех Людмила Евгеньевна я от всей души хочу сказать вам большое спасибо за беседу пишите пожалуйста я с удовольствием буду ждать когда может дневники вы издадите может еще что-то вы знаете по большому счету ну плохо наверное так говорить но то что вы написали по большому счету этого уже достаточно но всегда ждешь от автора от писателя такого таланта все-таки чего-то нового спасибо большое вам спасибо мне тоже кажется что я свою программу выполнила спасибо вам что уделили время удачи вам всего самого хорошего будьте здоровы и счастливы спасибо дорогие друзья текстовую версию интервью с Людмилой Улицкой вы сможете прочитать на сайте гордон хорошего вечера будьте счастливы спасибо